Я очень прошу вас помочь маму и сыну остаться на этой земле, остаться со мной. Это обращение мама Демида Ангелина записывала еще пару недель назад. Ребенку с глиомой головного мозга требовалось 3,5 миллиона рублей. Столько стоила очень важная для него операция в Стамбуле, где сейчас мальчик и находится. Огромную сумму родителям помогли собрать в молодом благотворительном фонде, в котором специализируются именно на детях с онкологией. Демид – один из первых подопечных фонда. С его семьей постоянно была на связи Любовь Суркова. Она живет в Бийске, поэтому созванивалась с семьей мальчика, распространяла информацию о сборе средств и переживала за Демида, как за собственного ребенка. Конечно, огромное удовольствие испытываешь от того, что успеваешь и чувствуешь удовлетворение от того, что это реальная помощь. Отправили ребенка лечиться и уже наблюдаем, ждем новостей, конечно, хороших, переживаем. И все равно этот ребенок не остается в стороне, что закрыли ему сбор и забыли про него. Всегда мы за этим ребенком смотрим, радуемся успехам, ждем, конечно, ремиссии и восстановления. Тема детской онкологии для женщины, к сожалению, близка. Было тяжело, но Любовь нашла себе силы помогать другим. Первые полгода такой волонтерской деятельности ее не съели. А победа жизни случаем с Демидом лишь добавляет мотивации. Пока что Любовь на территории Алтайского края работает одна, но, возможно, скоро у нее появится целая команда. Получилось так, что сейчас мы помогаем мальчику из Барнаула. Я считаю, что это неплохо. Конечно, пока говорить рано на сегодняшний день, но в планах на будущее у нас открытие филиалов нашего фонда по регионам. Самара в беде не бросает, Алтай в беде не бросает и так далее. Да, есть такие планы. Добавим, что с 2017 года Алтайский край в числе лидеров России по детской онкологии. Не проиграть битву жизни и смерти родителям малышей теперь будут помогать волонтеры. Благотворительные фонды часто – это единственный способ помочь таким детям. Маргарита Гартунг, Николай Шилко. День с толком. Скоро. Маргарита Гартунг.